На весеннем На весенней заре Воздух свежий и синий Постаревший отец Седину шевеля Говорил у крыльца Тихим говором сыну Провожая его В первый раз на полях Запомни сына Золотые слова Хлеб всему голова Хлеб всему голова Ты запомни сына Золотые слова Хлеб всему голова Хлеб всему голова Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы» С вами снова я, Ольга Бабаянс Хлеб всему голова Пришло то самое драгоценное, самое интересное время Когда зреет хлеб Сейчас действительно время, когда созревают хлеба И давайте сегодня поговорим о том О чем вы, может быть, не знаете Вы не все знаете о хлебе Потому что хлеб Черный, белый, серый, булки Все это хлеб Однако Хлеб ли это? Да, запутано немножко Но все-таки 737-73-10 Телефон в студию Звоните, задавайте вопросы А сегодня я раскрою вам некоторые тайны Которые надо знать о хлебе Ну что ж, как вы видели уже Начало нашей передачи Как раз ознаменовало Начало уборочной работы Начались украинскую мову и жныва Мы собираем наш хлеб Какой он будет? Уже ясно Ячмень Первые комбайны уже убирают ячмени Ячмень – стратегическая культура Это тоже хлеб Потому что первый хлеб Который использовали жители земли Особенно это были уже цивилизации Греческая цивилизация, римская Они использовали хлеб Отнюдь не пшеничный Они использовали ячменный хлеб И ячмень назывался хлебом гладиаторов Почему гладиаторов? Потому что именно ячмень давал силу, бодрость, выносливость То, что нужно было для отстаивания своей силы, мужества и правды Вы знаете, что гладиаторы – это сильные очень люди И для того, чтобы у них была возможность побеждать Они как раз ели их хлеб из ячменя Как вы думаете, вот этот хлебушек, который перед вами Он полезный или не полезный? Конечно, все скажут «да» Потому что представить себе трапезу Украинец, хороший украинец Очень трудно представляет трапезу без кусочка хлеба Я не буду акцентировать внимание Белого, черного, серого без хлеба Без хлебушка Как мягко, как тепло говорится Хлебушек А ведь за этим словом стоит очень многое Стоит труд аграриев, крестьян Которые работают, которые выращивают хлеб Здесь же стоит труд пекарей Мукомолов прежде, потом пекарей И затем уже розничной продажи И вот здесь уже есть масса таких вопросов О которых нельзя говорить просто Потому что наша передача плюс и минус Есть плюсы, есть минусы И, к сожалению, и в хлебной отрасли Сейчас очень много минусов Помимо того, что есть плюсы Мне хотелось бы рассказать вам о том, что У нас замечательный хлеб О том, что у нас замечательная мука Но давайте мы будем говорить об этом по очереди И к концу передачи Вы должны будете уже сообразить Какой вам хлеб выбирать Какую форму хлеба вам выбирать Для того, чтобы быть здоровыми Ну, а сейчас я хочу немножко вам показать Насколько разнообразный бывает Как бы начало Начало рождения хлеба Насколько разнообразны бывают Источники этого хлеба Ну, давайте начнем с традиционной С пшеницы Вот я сейчас вам покажу Изумительной красоты колосья Я думаю, что вам неплохо будет видно их Посмотрите Такой колос получают только В Селекционно-генетическом институте Крупный Большой В каждом колосочке Маленьком По пять зерновок А в каждом колосе большом По шестьдесят зерновок Представьте себе Если вот такой вот один колос Дает начало уже Какой-то части хлебушка Эта пшеница Она необычная Она уже Из нового поколения сортов Это те сорта Которые могут не болеть Различными заболеваниями Это те сорта пшеницы Которые наши Выдающиеся селекционеры Фитопатологи И генетики Совместно создают Для того, чтобы этот хлеб Получил уже новую окраску Новую форму И чтобы этот хлеб Был как можно Более безопасным И полезным Это пшеница Но есть еще удивительный хлеб Есть хлеб из удивительного растения Может быть вы слышали Такое растение Как тритикали Вот сейчас я тоже вам показываю Вот это огромный колос Он даже не помещается в наш экран Потому что Вот это Это гибрид Тритикум Латинский язык Это пшеница И сыкали Рожь То есть это гибрид Пшеницы и ржи Очень важный продукт Потому что сейчас В очень многих странах мира Ну во всяком случае Болгария Венгрия Венгрия Польша Уже давным-давно Начали заниматься хлебом Который содержит в себе Муку тритикали А почему муку тритикали? Потому что Кроме муки пшеницы Здесь присутствуют Еще частички ржи А ржаной хлеб Он всегда считался Более целебным Более полезным Потому что Он не вызывал Брожение В желудочно-кишечном тракте Он не вызывал Различных Негативных реакций На восприятие Вот этого белка Потому Видите Они еще зеленые Если вы видите колоси Они зеленые То есть Я их сорвала Немножечко раньше времени Но я Просто хочу сказать Что в этом году Предвидится Достаточно хороший урожай Пшеницы Личменя Однако же Есть опять-таки Подводные камни Потому что Не вся пшеница Будет высокого качества Есть те причины По которым Пшеница Будет считаться Уже не Самым высокого Качества И классности Однако же Давайте вспомним Хлеб гладиаторов Что такое хлеб гладиаторов Вы уже знаете Это ячменный хлеб Посмотрите Вот на эту Разнообразную палитру И давайте-ка Мы начнем Вы наверное Знаете Традиционный Ячмень Он может быть Вот такой формы Это двухрядный Называется ячмень Двухрядный У него только Два ряда Зернышек Видите Вот как Хорошо-хорошо Видны они Два ряда Это называется Двухлинейный ячмень Так А вот этот ячмень Называется Шестирядный Сейчас я вам покажу Вот это И вот это Но наверное Вот это вот Два вида ячменя Однако же Вы вряд ли узнаете Вот в этих колосьях Ячмень Я же думаю Что вы видели Красивые Ячменные поля Вот И могли бы отличить А сейчас Посмотрите внимательно Вот это вот Шестирядный И еще шестирядный ячмень Но особенность Этой ячменя В том Не в том Что он не имеет Остей Да Вот таких Длинненьких А в том Что он Называется Голозерным А что такое Голозерный ячмень Это тот ячмень Который отмолачивается Полностью То есть он не имеет Твердой оболочки И в этом его ценность Почему Голозерный ячмень Так ценится И я вас Уверяю Что вот эту коллекцию Которую вам Сейчас показываю Вы не увидите Опять-таки Нигде Удивительный Колос Черного ячменя Посмотрите Видно Да Черный колос Посмотрите Теперь Витой Черный колос Я думаю Что вам видно Насколько он Выкрученный Видите И третий Черный Ячмень Вот он Такой Это Уникальнейшие Уникальнейшие Сорта ячменя Которая Содержит в себе Еще и антоциановый Краситель Специально Для того Чтобы Приобретал Лечебную Лечебную Ценность Вот этот ячмень Хлеб Ладиаторов Или ячмень Он ценился Тем Что Он не содержал В себе Большого количества Той вредной Того вредного Глютена Который Мешает Воспринимать Нормальный хлеб Нормальным Здоровым Людям И вы знаете Что Ячмень Если он Если мы берем Крупу ячменя Обычный ячмень Который Имеет Плотную Оболочку То Вся Польза Уходит Когда мы Ее снимаем То есть Мы очищаем Вы знаете Что такое Ячневая Крупа Вы знаете Что такое Перловая Каша Перловую Кашу Очень любил Петр I И он И использовал Питание И все Все армии Обязательно Использовали В своем питании Перловку Однако же Перловая Крупа Ячменя Это практически Раздетая Зерновочка Потому что Все польза Все витамины Все микроэлементы Которые несет Себе ячмень Они уходили Вместе с оболочкой Когда же Мы берем Голозерный ячмень Мы практически Оставляем Абсолютно Все живое И вот эта Вся живая Зерновка Она перемалывается В муку Из нее Изготавливается Хлеб Даже От 6 До 10 Процентов Если попадает Ячменная мука К пшеничной Этот хлеб Уже становится Намного Качественнее И здоровее Но Конечно Мы традиционно Понимаем Что Очень трудно Перестраиваться И Когда я говорю Что Этот хлеб Не есть Полезным Я говорю Правду Однако же Пока Очень трудно Эта правда Проникает К нам Потому что Остаться без Просто аромат Даже хлеба Когда он Испекается Когда он Выпекается Когда Этот хлебный аромат За которым Просто тянешься Конечно Это уже Значительно Более важно И серьезно Сейчас уже Посмотрите Так вот Неожиданно И пошло У нас По экрану Уже Сам Собственно Процесс Вы сейчас Видите Как Как Готовится Собственная пара Это Необычный хлеб Это Органический хлеб И Вот Как раз Эта система Приготовления хлеба Она абсолютно Полезна Абсолютно Важна Потому что Здесь Не используются Дрожжи Здесь Используются Исключительно Только Специальные Закваски Закваски Которые Создаются При помощи Ни диких Ни сформированных Или искусственных Дрожжей А те Которые есть в природе Это и винные дрожжи Они прекрасно Используются Хмель Можно использовать Для того Чтобы Чуть-чуть Поднимать Всю эту хлебную массу И органический хлеб Он конечно же Отличается От нашего Обыкновенного хлеба Которым мы тоже Будем говорить Органика Это Исключительно Зерно Которое не Подвергалось Очистке То есть Когда мы готовим Белую Исключительно Белую муку Вы прекрасно Это знаете Вот это белая Классическая Высшего сорта Мука И очень часто Говорим О Это вот Качественная мука Все остальное Первый и второй сорт Это уже Некачественная мука Вообще-то Да Но только По причине Того Что В муке Высшего сорта Исключительно Белой Сияющей Пушистой муки В ней Ничего Нет А вот В муке Которая Произведена Из необдертой Пшеницы Или другого Зерна Из необдертой То есть С оболочками С кучей микроэлементов С пользой Колоссальной Это уже абсолютно Другая мука И Что удивительно Если мы Вот к такому хлебу Органический хлеб Обязательно Должен содержать Какое-то Количество Муки Из проросших Зерен То есть Если мы раньше Принимали Что если у нас Есть проросшие Зерна Мы их Отбрасывали И это считался Уже Хлеб второго Там третьего Сорта То есть Это практически Уже Считался Но Неприемлемый Для питания Хлеб Однако же Там где Есть проросшие Зерна Это хлеб Здоровее Значительно Чем тот Который Производится На дрожжах К сожалению Вот сейчас Мы посмотрели Небольшой сюжет И мне очень жаль Что органическое Производство хлеба У нас К сожалению Настолько Невелико Настолько Начинает работать Производство Потом Ценовая политика Достаточно Жестокая Потому что Поверьте мне Для того чтобы Выпустить Булку Органического хлеба Или такого хлеба Это две большие разницы Как говорят у нас В Одессе Потому что Себестоимость Органического хлеба Она достаточно Значимая Весомая А этот хлеб Уже привычный Нормальный То что мы говорим Сейчас Социальный хлеб А видов хлеба Сейчас огромное количество Вы знаете Что вы можете Прийти в любой Супермаркет И там вы увидите Хлеб Который Выпекают Собственно Уже В самом Супермаркете Специальные пекарни Как относиться К этому хлебу Ну я бы Относилась К этому хлебу С определенной Долей осторожности Но прежде всего Давайте поговорим О нашем Обычном Социальном хлебе К сожалению У меня нет Прямой связи С вами Как бы И нет интерактива Но Как вы считаете Это хлеб Который Приносит пользу Организму Вот мы берем Такой замечательный хлеб Я сегодня его приобрела Вот Белый хлеб Да Белый Как он называется У нас Я не помню По-моему Молочный хлеб Да Вот Если Вы посмотрите Вроде так Схожий Но Сейчас я могу сказать Что вот этот хлеб Он Выполнен Уже с нарушениями Технологических правил Потому что Видите Вот он Мякиш Берется И очень хорошо Из него Производится Вот такой вот шарик Как это в детстве Или в школе Вот так могли Забрасывать Да Шарики Бросаться Вот это Очень плохое качество Потому что Количество воды В этом хлебе Значительно больше Чем должно быть На самом деле Хлеб должен Обладать Определенной Легкостью Тогда это Ну Я не могу сказать Полезный Тогда это Вкусный хлеб Но здесь Хорошая корочка Видите Очень хорошо Так залеплено Я так считаю Что это хлеб Из произведения Из муки Но не высшего сорта Но первого сорта Возможно Здесь использовались Дрожжи Дрожжи Искусственные Которые выращиваются Потом Которые Создают опару Я могу сказать Что Так же Как и Собственно Белый хлеб Из очищенной Муки Без отрубей Точно так же И дрожжи Это те два агента Которые Ну Скажем так Не приносят Пользы Нашему организму Вы знаете Что Чем Белее хлеб Чем Вот Особенно Вот такая Вот булочка Замечательная Да Вот булка Тоже Ну тоже могу сказать Что А вы знаете Вот булка Даже пахнет Немножечко дрожжами Немножко Посмотрите Вот вы можете Видеть Вот такая пустота Видите Вот Значит Замес Производился Не очень хорошо Посмотрите Вот этот Видите Какой он И запах Здесь уже Это хлеб Якобы Сегодняшний Однако же Запах Этого хлеба Показывает Что не все Здесь чисто У меня слишком Хорошо развитое обоняние У меня профессиональное Как бы Микологическое Обоняние И я ощущаю Запах Плесени Настолько Тонко Настолько Четко Что могу вам Сразу сказать Какое количество Потом Вылезет Как и сундучка Пандоры Я пока Припасу Не показываю вам Сундучок Пандоры Который я принесла В студию Давайте поговорим Сейчас еще О хлебе Теперь смотрим Вот этот хлебушек Наш Если бы это был хлеб Хорошо Выколочен Да И вымешан Он бы Имел Структуру То есть Если бы мы Вот так Сжимаем Видите Он становится Он не поднимается Как резиночка Такой А это свойство Считается Тоже Это свойство Муки Которая Тоже Дает Опять Некачественный Но вкусный Хлеб Видите Так мы Как-то Поковыряли Небережно Относимся К хлебу Мне Всегда Больше Нравился Хлеб Ржаной Однако Снова При всех Плюсах Ржаного хлеба Могу сказать Другое Украина Не выращивает Такое Количество Ржи Сколько Ржаного хлеба У нас есть На прилавках Более Порядочные Производители Хлеба Ржаного Они Рецептуру Свою Прописывают Могу сказать Что Вот этот хлеб Ну где-то Процентов 60 Возможно Что здесь Ржаной муки Все остальное Но это по правилам Это нормально Когда добавляется Еще пшеничная мука Потому что Чисто ржаная мука Она Полезна Она очень хороша Для желудочно-кишечного Тракта Для работы Но Однако Не всем Она показана Люди Которые Имеют Проблемы Типа Гастрита Люди Которые Имеют Язву 12-перстной Кишки Чистый Ржаной хлеб Нельзя Использовать Потому что Вызывает Дополнительное Извязвление Очень печально Что Сейчас есть Хлеб Так называемый Ржаной Я не говорю Пока о хлебах Элитных Которые С семечкой С тыквенной Семечкой С орехами С разными Дополнениями Но вот такой Обычный хлеб Как бы Да Этот допустим Я взяла Хороший Но Когда я Брожу По магазинам Специально Для того Чтобы Выискивать Качественные Некачественные Продукты Говорить И рассказывать Об этом Вам Я Нахожу Процентов 50 на 50 Как правило Хлеб Черный Но Он ничего Не имеет Общего С ржаной Мукой И с ржаным Хлебом К сожалению Что используется В качестве Очернителя Хлеба Так можно Назвать Используется Чай Вываренные Чаи Специальные Добавки А добавок Огромное Количество И вот Это Самое Страшное То Что В каждом Хлебе Может быть Такое Большое Количество Добавок Которые Сделают Не совсем Съедобным Этот хлеб Что же Делать И Как Обесопасить Себя Вот От Такого Хлеба Ну Я бы Советовала Сразу Вам Уходить От Стандартного От Магазинного Хлеба Это Сложно Однако Ж Всегда Можно Купить Муку Разного Разных Разных Видов Есть Мука Овсяная Есть Ржаная Пшеничная Единственное Что Пшеничную Муку Берите Старайтесь Брать Из Не Обдертой Пшеницы Это Уже Есть Элемент Пользы А Вот Теперь Мы Сейчас Посмотрим Небольшой Сюжет А Потом Я Вам Покажу Свой Сундучок Пандоры Да Посмотрите Знакомая Картина Наверное Для вас Вот То Что На Экране Вы Наверное Это Видите И Это На Хлебе И Хлебу Этому Отраду Три Четыре Дня Ну А Вот Этому Так Дней Пять Шесть Потому Что Те Виды Плесени Которые Вы Сейчас Видите Конечно Это Колоссальное Разнообразие И Вот Как Объяснить Вот Такую Картину Когда Вы Покупаете Здоровый Хороший Хлеб Но Я Вас Уверяю Что Вот Этот Хлеб Который Я Вам Показывала И Вот Эта Булка Если Здесь Я Не Ощущаю Такого Значительного Количества Плесени То Здесь Я Гарантирую Что Эту Булочку Если Мы Положим Полиэтиленовый Пакетик По Правилам Хранения Увидим Первые Точки Плесени А Вот Теперь Я Вам Покажу Что Я Выделяю Из Хлеба Качественного И Некачественного Вот Это Тот Самый Сундучок Пандоры Посмотрите Это Чашка Петри Знаменитая И Флеминг Который Придумывал Придумал Антибиотик И Другие Микробиологи Прекрасно Знают Что Это Такое Вот Это Мы Выделяем Я Сейчас Открою Очень Интересно Вот Это Аспергилы Такой Гриб Который Еще Называется Месть Фараонов Почему Месть Фараонов Потому Что Этот Гриб Он Существует Огромное Количество Лет Вообще Грибы Особенно Плесневые Грибы Они Существуют Очень Давно И Они Являются Одними Из Первых Жителей Планеты Они Первые Контаминировали Нашу Заселяли Нашу Планету Эти Грибы И когда Исследователи Открывают Гробницы А особенно Это Черные Исследователи Которые Черные Которые Ищут Не по правилам Клады Драгоценности Буквально Через Несколько Дней Начинается Поднимается Высокая Температура И в течение Месяца Человек Сгорает Почему Сгорает Потому Что Есть Разные Версии Считается Что Специально Насыщали Гробницы Для того Чтобы не вскрывали Для того Чтобы насыщали Такими грибками Но Скорее всего Это просто Естественный Был процесс Который Аспергил Очень долго Может жить Без Питания Без всего Он капсулируется И очень долго Существует На планете И Очень много Смертей Именно От этого От мести Фараонов Или от Аспергила Вот этот Желтый Аспергил Это то Что Практически Постоянно Встречается У нас В хлебе Посмотрите Еще одну Страшилку Здесь уже И бактериальное Заселение И плесневое И поверьте мне Что это Такой смрад Что Ну это Очень тяжело Воспринимается Опять-таки Распространения Здесь не будет Я их И уже Перед тем Как идти на студию Я их инактивировала То есть Операторам Распространение Они сидят Без масок Поверьте мне Да я вот Сижу Без маски Но однако Вот этот Ужас Я попрошу Еще раз Оператора Показать Чтобы понимали Вот когда Вы видите На хлебушке Вот такие Пятна Животным Тоже использовать Такой хлеб Нельзя в пищу Потому что Животные Еще более Чувствительны К этим грибам Чем люди И вот эта красота Вот эту Группу Грибов Я выделила Из Собственно Черного хлеба Я когда-то Советовала Я помню Задавали мне Вопрос Я советовала Как Можно уберечься От плесени Говорю Вы знаете Все таки надо Использовать Ржаной хлеб Потому что Сырья И Место для роста Грибков Там значительно Меньше Чем на белом хлебе Однако же Подмешивая Пшеничную муку К ржаной муке Мы получаем Вот такой Вот тоже Наш безобразный 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 Гриб Тут три вида грибов И все они Называются Плесневыми Но название Я вам не буду Говорить Потому что Все равно не запомните Но здесь Это очень серьезная И вредные организмы А что же делать Вот как же нам Адаптировать себя К такой ситуации Я могу еще раз В плане Плюса и минуса Я могу вас просто Предупредить Что вы понимали В этом году Урожай Хлеба Высокий Однако же Этот урожай Будет не без изъянов Потому что На последнем этапе Когда уже Шло созревание Пшеницы Есть такое Страшное заболевание Он называется Назывался всегда И он существует Пьяный хлеб Это грибы Фузарии Это такие грибки Микроскопические Которые заселяют Именно Зерновки Они выделяют Большое количество Токсинов И в этом году Была вспышка Фузариоза Колоса И Естественно Что понятно До пьяного хлеба Мы не дойдем Потому что Что такое пьяный хлеб Это когда Колосия полностью покрыты Фузариями Грибками И они на 100% Поражены В таких случаях Как правило Сжигают Раньше Особенно в Советском Союзе Всегда практиковалось Поле Которое Заражено фузариями Оно сжигалось На корню Сейчас конечно У нас такого нет Однако же Даже Пол процента Фузария Вот этого грибка В пшенице Уже Является Негативом Уже Использовать Этот хлеб Надо с очень Большой осторожностью Я не могу К сожалению Сказать Что мы Абсолютно Обезопасены То есть Мы имеем Какой-то Уровень защиты От Некачественной Муки Которая будет В этом году Вы должны Хорошо Оценивать Ситуацию И Понимать Что Надо Всегда Быть бдительным И надо Всегда Очень четко Следить За хлебом Если вы Выбираете хлеб Покупайте его Исключительно Свежим Только свежим И используйте его В течение Даже Пол суток Или суток Больше чем сутки Хлеб Держать нельзя Если Приходится Хлеб Хранить Вы должны Хранить Хотя бы В холодильнике В холщовом Мешочке Для того Чтобы хранить хлеб Специально Надо иметь Или шить Холщовые мешочки Такие небольшие Которые Могут Давать Возможность Дышать Хлебу Потому что Плесень Она проявляется Только тогда Когда вы Закупориваете хлеб Вы же Замечали Да Если вы Оставляете хлеб Просто Заставить его Стать сухарем С ним Практически Никогда Ничего Не случается Однако Если вы Прячете В полиэтиленовый Это провокационная Форма Вы закрываете Вы создаете Вот такую камеру И грипп Занимает Все Не сам грипп Страшен Не то что Вы его увидите А страшно то Что он Продуцирует Он продуцирует Токсины Вы это должны Хорошо знать И еще Детям Я бы Советовала вам Всем Мамам Бабушкам Всем Кто обслуживает Своих Драгоценных Чад Ни в коем Случае Уходите Отучите Своих детей От белого хлеба Отучайте Целиакия Это страшнейшее Заболевание Которое Называется Невосприятием Белка Пшеницы Есть выражение Есть выражение Хлебное пузо Что такое Хлебное пузо Это Наши Жировые Отложения Которые Развиваются После того Как мы Потребляем Вот такой Белый хлеб Отучайте Мы еще Сделаем Очень много Передач Я приглашу Специалистов Которые Очень многое Знают О хлебе У вас В гостях Обязательно Будет Александр Ильич Рыбалка Это знаменитый Наш селекционер Который Придумывает Все вот эти Формы Новые формы Уже Уже Хлеба Самый Самый Вредный Самый Вредный Хлеб Это Белый Дрожжевой Хлеб Вы Должны Это Хорошо Запомнить Потому что В этом Наше Здоровье Как только Мы Думаем О своем Здоровье А я научу Вас Мы будем Обязательно Встречаться С теми Людьми Которые Будут Говорить О многом Важном И серьезном Ну а хлеб Есть хлеб Мы должны Радоваться Тому Что урожай У нас Будет Мы должны Радоваться Тому Что Возможно Мы Станем Богаче Возможно Мы станем Свободней И Наша Жизнь Поменяется Вы знаете Говорят Что Если Зреют Хлеба Значит Страна Еще жива Если Есть Люди Которые Выращивают Этот хлеб Значит Есть Еще У нас Сила В нашей Стране И Мне Очень Хочется Чтобы Новые Знания Были Для Вас Обязательным Моментом Вашей Жизни Но я Так Понимаю Что Наша Передача Потихонечку Заканчивается Мне Хотелось Будьте Внимательны Будьте Не Надо Быть Беспечными Дети Должны Есть Качественную Продукцию Взрослые Должны Есть Тоже Продукцию Выбирайте Только Качественный Полезный Хлеб Национальной Вам И Продовольственной Безопасности Зеленая Жита Зеленая Хорошие Гости У Мене Зеленая Жита Ще И Овес Пусть Зібрався Ред Наш Увес Зеленая Зеленая Жита Ще Овес Тут Зеленая Ред Наш Увес Зеленая Субтитры подогнал «Симон»